Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск программы «События» в студии Татьяна Чернявская. В эфире рубрика «Обзор». Белорусским аграриям приходится работать в сложных погодных условиях, что, конечно, значительно тормозит процесс уборки зерновых культур. Тем не менее, в целом по стране в настоящее время на полях остается около 20% урожая. Намолочено более 5,5 млн тонн зерна, сообщает Белта. По состоянию на 12 августа зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны более чем с 1,7 млн гектаров, что составляет 79,8% от запланированного. Средняя урожайность – 32,1 млн гектара. План поставок зерна в счет госзаказа составляет 815 тысяч тонн. На 12 августа задание выполнено на 76,1%. Относительно картины по регионам президенту было доложено, что особенно тяжелая ситуация на сегодняшний день в Могилевской, на севере Минской и Витебской областях. И в целом по стране условия жатвы остаются очень непростыми. Учитывая обстоятельства, президент держит ход уборки урожая на постоянном личном контроле. А профильному министру было поручено мобилизовать все силы и сделать все возможное для того, чтобы с оставшихся площадей урожай был убран с минимальными потерями. В Сморгонии продолжается масштабное благоустройство. Город готовится к главному празднику хлеборобов – Дожинкам-2019. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Запрячь норовистую лошадь, одним ударом топора расколоть щурку и принести воды из колодца на коромыслие. Все это не чуждо молодым сельским семьям даже в 21 веке. О том, как на Сморгонщине проходил конкурс «Властелин села» в нашем следующем сюжете. Районный этап республиканского семейного проекта «Властелин села» прошел в воскресенье на Сморгонщине. Местом его проведения стал агрогородок Синьки, куда приехали семьи из трех сельсоветов. Уже стала доброй традицией, ежегодно у нас проходит семейный сельскохозяйственный проект «Властелин села». Организаторами мероприятия выступили наш районный комитет Белорусского республиканского союза молодежи, отдел идеологической работы по делам молодежи Сморгонского района исполнительного комитета и отдел культуры. Также нас поддержали приобретение подарков для наших семей участниц, общественное объединение «Белая Русь», «Белорусский союз женщин». Сегодня у нас примет участие в нашем районном этапе три семьи. Мы хотим пожелать всем удачи, успехов, пусть победит сильнейший, потому что семья-победитель уже 31 августа представит наш район на областном этапе этого конкурса. Цель данного конкурса – закрепление молодых семей на селе, укрепление престижа сельскохозяйственных профессий, пропаганда семейных ценностей. Традиционно у нас в районе, как и на Гродничине в целом, проводятся брендовые мероприятия различной направленности. И очень плотное место в этом отношении занял наш конкурс «Ластелин села». Во-первых, есть возможность встретиться молодым людям из различных уголков нашего района, из различных сельских советов и показать свою возможность. К сожалению, вот эта технологизация последнего времени, она скоро, наверное, заставит забыть обыкновенной косе, двуручной пиле и так далее. Поэтому некоторые из конкурсов, они немножко такие, скажем, архаичные. Чуть-чуть, скажем так, вспомним старое село, деревню, дом бабушки, где были ухваты около печки, где было во дворе у дедушки двуручная пила. И сегодняшние эти конкурсы немножко, скажем так, дадут вспомнить нам детство, но о молодежи не забывать наши старые и дорогие традиции. За звание лучшей сельской семьи боролись семьи Сергея и Натальи Горбачи из Синьков, Павла и Дарьи Гаранских из Белковщины, Сергея и Евгений Лепеха из Раковцев. Предложили поучаться мне сразу, даже не думая, согласились. Все умеем с детства. Пилить, косить, коня запрыгать. Это все с детства умеем. Папа, дедушка учил. Главное участие. Рад, что я села. У нас и хозяйство, работу я тоже посвятил свою жизнь сельскому хозяйству. А кем работаешь? Я работаю на молочно-товарной ферме заведующим. У нас полное взаимопонимание. Куда идет один работать, туда идет вся семья. Не важно, это маленькие дети или братья, сестры. Ну, все как-то сборы. Совместные праздники, вся семья в сборе. Даже выходные собираются семья, ну, в нас в Раковцах. Шашлыки, отдых. Ну, все-все-все делаем вместе. Когда предложили поучаствовать, мы не сразу согласились. Мы долго думали, но потом решили, ну, попробуем свои силы. Вроде бы семья дружная, должны справиться. Мы родились и живем в сельской местности. Нам очень сильно нравится. Здесь теньки, омолаживается деревня. Много молодежи, много деток. Все делается для нас. Садик, школа очень хорош в состоянии. В город даже не думаем переезжать. Во время конкурсов участники продемонстрировали свои умения запрягать и распрягать лошадь, пилить, рубить и складывать дрова, сажать картошку и управлять коромыслом. Несмотря на то, что все эти виды деревенских забот уже давно ушли в прошлое, каждая из семей продемонстрировала высокий уровень подготовки и справилась со всеми заданиями. Все конкурсы для каждой семьи были по-разному сложными, и поэтому жюри награждало семью победителя по результатам каждого этапа. Подарки от отдела идеологической работы по делам молодежи райисполкома, райкома профсоюза работников АПК и общественных объединений БРСМ «Белая Русь» и «Белорусский союз женщин» получили участники проекта. Победителем за максимальное количество баллов во всех конкурсах стала семья Горбач из Синьков. Соревноваться было не сильно сложно, только по распиливанию бревна там было сложно. А вам что самым сложным показалось? Ну тоже, естественно, бревно распиливать как бы уже давно-то дошло, но справились немножко, потихонечку справились. Очень приятно выиграли, соперники были достойные, тоже молодцы старались. Я считаю, что победила дружба. КОНЕЦ КОНЕЦ На висках серебро, а в сердце золото. Так говорят о семейных парах, которые вместе прожили полвека. У супружеских союзов много красивых дат, но золотом отношений считается именно 50-летие совместной жизни. За торжественной свадебной церемонией во дворце бракосочетания наблюдала съемочная группа ОКС-ТВ. В народе говорят, нарушник стать, век друг друга любить. Супруги Тамара Михайловна и Виталий Иванович Дворецкие своим семейным союзом подтвердили эту народную мудрость. Вот уже 50 лет плечом к плечу они вместе шагают по дороге жизни. Муж и жена не скрывают, их путь не был прямым и гладким. В жизни бывало всякое, но искренние чувства друг к другу помогали преодолевать все препятствия. 2 августа супруги во дворце бракосочетания еще раз обменялись обручальными кольцами и повторили свой торжественный вальс. Оба супруга помнят, каким был этот день 50 лет назад. Погода была лучше, чем сегодня. Было солнышко, немножко ветерок. И жизнь у нас была такая, с легким ветерком. Потому что гладко не бывает, вот все чисто гладко. Тамара и Виталий Дворецкие родом из Сморгонии. С первого класса учились в одной параллели средней школы номер два. Но лишь через пару лет оказались в одном классе. Тамара Михайловна не скрывает, в школе было много мальчишек, которые мечтали поднести ей портфель и вместе сходить в кино. Но она приняла приглашение от Виталия Дворецкого. Она тогда еще не знала, что ей предстоит стать женой военнослужащего и вместе с ним жить там, куда забросит служба. Перед нами стояла практически неизвестность. И потом не такая неизвестность, что у нас не было ни жилья, никуда прийти, никуда прийти. Ну как, вот ехали, вот он меня забрал в общежитие в Москве, представляете, в общежитие. Но это было прекрасно, как я теперь понимаю, что мы с этого начали. Мы строили все своими руками. Начинали с двух алюминиевых ложек, двух алюминиевых вилок и с двух алюминиевых кастрюль. И одна сковородка. Вот с этого наша жизнь начиналась. Супруги поженились в Сморгоне, а вся семейная жизнь прошла в Москве. Там у них родилась и выросла дочь, а сегодня уже бабушку и дедушку своими успехами радует взрослая внучка. Супруги сегодня живут в Москве, но Сморгоне не считают своей малой родиной. Мы считаем город Сморгонь своей родиной. Здесь наши корни, здесь живут, жили наши родители. И предки родителей моей жены здесь жили. Здесь они похоронены. Здесь прошли наши лучшие годы. Здесь мы встретились, полюбили друг друга. Смотреть в одном направлении. Вот секрет долгой и счастливой супружеской жизни семьи Дворецких. У нас есть одно стремление, одинаковое. У нас совпадают желания. Мы вот, ну как вам сказать, вот я начну это говорить, он подхватывает, говорит, да, я тоже согласен. Мы решаем это вместе. То есть у нас, мы путешествовали на маленьком Запорожце в 73-м году купили. Это было нам все интересно. Мы, у нас одна цель. А когда одна цель, люди, значит, друг другу подходят. Отсюда, и даже если какие-то разногласия, они быстро очень решаются. Для дочери Алевтины семейная жизнь родителей всегда была лучшим примером супружеской любви и понимания. Знаете, они друг друга очень дополняют. Мама такой у нас рационализатор, двигатель идей. Папа воплощает в жизнь все идеи. Идеи, то есть это человек, у которого золотые руки, который имеет практически все. То есть вот без исключений практически я не могу даже сказать, что бы он не мог. В этом они очень друг друга дополняют. То есть всегда готовы к чему-то новому, к каким-то новым совершениям. Никогда они сидят на месте. То есть это беспрерывное движение и такая вот активность. Два преданных друг другу человека вы путь прошли, по жизни непростой. Вы многое успели за полвека. И вот дошли до свадьбы золотой. Тамара и Виталий Дворецкие во второй раз в своей жизни стали нарушник. Они признаются, что сегодня их шаг смелее и увереннее. Ведь впереди нет неизвестности. И даже если на улице не настья, в доме супругов хорошая погода воцарилась навсегда. Праздник улицы – это прежде всего сплочение всех жителей. Людей, для которых эта улица стала родной. В процветание и благосостояние которой они внесли свою лепту. Заботясь о чистоте и порядке своих домов и прилегающей к ним территории. На празднике улицы Каминского побывала съемочная группа ОКС-ТВ. Праздник города, праздник деревни, праздник улицы. Подобные мероприятия на Сморгонщине становятся все более популярными. Они помогают людям, живущим по соседству, отвлечься от ежедневной суеты и собраться вместе. Праздник улицы Каминского организовали для ее жителей артисты Сморгонского центра культуры и Белковщинского дома культуры. Улица Каминского названа в честь Александра Каминского, настоящего героя Великой Отечественной войны. На праздник была приглашена его племянница Лариса Банцер. Она рассказала, что Александр был старшим сыном в семье. После окончания школы решил пойти по стопам отца. В 1939 году начал службу в Ашмянском райотделе милиции. В начале войны попал в плен, но вскоре бежал оттуда. Был внедрен в полицию, где добывал ценные сведения для партизан и переправлял оружие. Заподозрив Александра в предательстве, немцы арестовали его. Но ему и на этот раз удалось избежать и даже прихватить с собой оружие и боеприпасы. После этих событий Александр примкнул к партизанам, где ему доверяли самое серьезное и ответственное задание. Александр безукорезненно справлялся. Всегда шел мужественно навстречу врагу. Ходили на задания, собирали материалы, которые нужны для партизанам, фашистов. Взрывали эшелоны, поезда, взрывали мосты. Во время выполнения одного из боевых заданий 24-летний Александр Каминский был убит немцами. За его отвагу, за выполнение заданий в тулу врага, за его мужество. Посмертно он был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Лариса Банцер рассказала, что в семье бережно хранятся и передаются из поколения в поколение фотографии Александра Каминского. Женщина уверена, что пока в городе есть улица, названная в честь дяди, потомки будут помнить о его подвиге. Жители улицы Каминского любят свою улицу и положительно отзываются о своих соседях. На празднике мы встретили тех, кто здесь родился и вырос, а также тех, кто здесь живет и сегодня. Я родился здесь, на улице Вилейская. Сюда пошел в школу, пошел в армию, где женился. Сейчас проезжают сюда дети, внуки с Минска. Все сюда едут. Им здесь тоже очень нравится. С Москвы приезжают вот с соседям. Он говорит, мне улица снится. В мое детство здесь лежал друг. Была такая канава. А потом в 70-е годы сделали асфальт. Положили, благоустроили, конечно, дома красивые все стали. В общем, все прекрасно. Магазин хороший, близко ходить. Все устраивает. Да, я живу на этой улице с детства. Я доволен. Это родительский дом. Мы в Парадок его привели. И сейчас живем нормально. И канализация, и газ, и вода. И, ну, сами понимаете, все есть. Для этой жизни на Каминской улице. Все прекрасно. На улице Каминского я приезжаю практически через день. Отдыхаю здесь душой и телом. У меня здесь проживает мой отец, которому уже 75 лет исполнилось. Он меня ждет каждый день практически. У нас здесь свой огород, приусадебный участок. Здесь близенько магазин. Деревенская атмосфера. Хорошие, простые люди. Прямо душой тянется сюда. Каждый день хочется сюда ехать. Работники Сморгонского районного центра культуры и Белковщинского дома культуры приготовили для гостей праздника много хороших, душевных песен. Для самых маленьких была организована отдельная развлекательная программа. Пока малыши играли, взрослые опустились в пляс под веселые мотивы. Теплая и ясная погода в этот день способствовала отличному настроению. Гости праздника от души благодарили организаторов за подаренную атмосферу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова В пятницу атмосферных осадков не ожидается. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 10, плюс 12. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла. Ветер слабый. Это были главные новости, о которых мы успели вам рассказать. Будьте в курсе событий. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова